С чего все началось? Мы были с Амкалом на сборах в Питере, и в тот день пришел Евгений Сергеевич, конечно же, это тренер вратарей в Академии Алмаз-Антей. Помогает нашим вратарям. Нет, не было ни что, никому. И еще тогда я заикнулся, типа, возьмешь ли ты Санька на месяц? Ждет, возьмешь Санька на месяц к себе? Когда уже прошел МКС, когда у нас стало больше понимания по времени, мы отправили Санька в Алмаз-Антей. Естественно, отправить Санька в Алмаз-Антей, эта штука не бесплатная, и не бесплатно нам позволяет это сделать Фонбет. Но в отличие от нас, Фонбет вам дает возможность сделать кое-что бесплатно. Сделать бесплатную ставку 1000 рублей при регистрации в офигенном удобном мобильном приложении. Просто переходите по ссылке под видео, поддерживая наши новые начинания, все наши проекты и вообще все, что угодно. И просто при регистрации получаете, безусловно, Фонбет 1000 рублей. Классно? Классно. Продолжаем смотреть ролик вместе с нашим надежным партнером и партнером сборной России по футболу. Я вообще в футбол попал благодаря тому, что я был очень жирный и мне нужно было худеть. Я понял закономерность, что я летом худой и зимой жирный, потому что летом я в футбол играю постоянно. И, короче, я зимой занялся футболом, реально зимой я начал. Мне особо тогда помогало, но в целом, в общем и целом, я похудел. В моменте я понял, что мне не больно, когда я падаю, и поэтому я решил, что все, я теперь точно вратарь, потому что я там еще самый младший был, и поэтому я вообще всегда на воротах стоял и реально тогда стоял. И было не больно в моменте, и такое, ну все, поехали. Я все время был в Спартаке 2, я пошел туда, потому что у меня там друг занимался. Я пошел на год младше, кстати, в команду, потому что у меня друг был на год младше, вот, я там занимался какое-то время. Ну я реально выпускник Спартака 2, я прям воспитанник прямо с 11 лет, вот как я начал, и до 17, до выпускного. Кстати, последний гол за свой год забил я, между прочим, с пенальти, да, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Води! Води, вводи, вводи! Опять дороже. Значит, мяч будет все время там, у меня там будет манекен стоять, как соперник. И твоя задача определить позицию соперника, да, и что я могу сделать. И твой игрок, он может вбегать на дальний, ближний, он может не вбегать. Твоя задача определить, если пошла передача, все, что делать? Сокращать, стоять, реагировать или ждать вообще удара. То есть смотри по ситуации. Дальнее оббегание! Хорошо, тогда сам. Дальнее оббегание, позицию корректируй. То есть если бы ты чуть-чуть ушел вглубь, можно перехватывать. Да-да, действие, действие твое. Удар в тебя, смотри, в тебя удар был. Наверное, тут очень низко бровь. Иди вверх, иди, игрок! Хороший, игрок! И, и! Хорошо. Пауза. Сань, чего не хватало сейчас в твоих действиях, когда я атаковал? Все ли ты выполнил? Ну я сам не перестраивался, когда на дальнюю шла передача. Позиция, перемещение. Очень важно еще есть кое-что. Ну, подсказ? Подсказ. Все подсказал? Ну не все, да. Не все, не теряй. Сколько вратарь должен, да, делать? То есть когда у тебя на автомате-то будет, будешь в порядке. А так ты некоторые вещи забываешь подсказать, то есть у тебя это уходит. В игре то же самое, значит, будет. То есть потому что ты пытаешься сконцентрироваться только на мяче. А на самом деле в футбол он немножко шире. Еще тогда на тренировке с Амкалом я заметил, насколько Саньку тяжело погрузиться в именно процесс тренинга в Жене. Потому что, ну вы сами помните, наверное, как я первый раз приехал в Алмаз-Анте, я просто потерялся. У меня глаза разбежались, и мелочи происходят. И я увидел такую же проблему у Санька. И вы знаете, когда я съездил в свое время в Алмаз-Анте, а потом еще поработал с Денисом Куфиным, я почувствовал, что я очень серьезно прибавляю. И так как Саня все-таки приходит к нам с пониманием и желанием играть в большой футбол, мне кажется, что именно такая тренировка могла бы ему как никогда помочь, прибавить и почувствовать свои силы. Я в Спартака 2, это в 17-м году. В 17 лет я выпустился, и карьера как раз не заглохла. Я должен был вообще в 18 лететь в Анжи, но я порвал галик у Жени на тренировке, кстати. Женя, да, красавец там, организовал, чтобы без трав. Ну, я быстро остановился. Зимой с 18 на 19 я поехал вот в Нарватранс. Это в Эстонии, премьер-лиге, команда нормального уровня, вот скажем. Ну, в целом, типа, премьер-лига Эстонии, это Лига Европы, здорово. Они там и кубок выиграли, когда я ушел. И не получилось там, потому что мне уже назначили за 2 дня до подписания контракта. Мне сорвалось, потому что они, типа, я не знаю, как так получилось. Они осознали, что на меня налог, типа, там, 1000 евро в месяц на одного игрока налог, на легионера. И, типа, они не вывезут. После Эстонии, получается, в 19-м году я приехал, тренировался в Спортакадемии. Это КФК в Москве при универе, при моем, команда. Но я когда там тренировался, честно говоря, закончить захотелось, потому что это прям очень грустно было. Мы тренировались в 9 утра в Новогиреево, и мне было ездить по полтора часа по утрам. Это трэш полный. Я просыпался, типа, в 7, ехал на это говно, там, типа, 5 человек. Но зимой я вот это все пережил и решил закончить. Ну, как бы, я тренировался, как бы, для меня трудно дать такое решение, да, принять, что закончить. И летом мне агент предложил олимп. Я тогда подумал, типа, че, какой олимп, это что, вторая лига. Я вообще тогда не понимал, что вторая лига, это, в принципе, норм. Короче, я тогда пример лига Эстонии, лига Европы. Я думал, ну, блин, какая вторая. Я, типа, думаю, это КФК. Приехал на игру, посмотрел, они реально, там все очень круто, на уровне было. И вот после Сака, после Нарвы как раз в олимп попал. Вот в молодежку тогда попал. Да, зимой я стал капитаном в молодежке. Ну, я тренировался с новой, там, я часто два раза в день тренировался прям. Молодежка, и через, там, час или полтора раза с новой. Станом зимой, мы поехали весной на сборы. Это 20-й год, весна. Вы, надеюсь, вспомните, что произошло. Это ковид тогда пришел в мир. Мы поехали на сборы, мы там обыграли команду второй лиги нашей молодежкой, КФК, которые мы в КФК тоже все выиграли, прям буквально все. Мы кубок выиграли области и лигу. И знамя мы тогда обыгрывали, кстати. Основное. Основное тогда знамя, да, и Павличенко мы обыграли всех. Вот, и после сборов мы приехали, мы всех обыграли там на сборах просто. Я тогда был, я не знаю, в самой лучшей форме в своей жизни. Я невероятно все тащил просто. Вот, мы приехали со сборов, и никогда нам больше тренер ничего не написал. У нас просто закрылась команда, молодежка, и никто нам ничего не сказал вообще. Они тогда объединились с Олимпом Долгопрудным, и молодежка Олимпа Долгопрудного стала молодежкой Долгопрудного. Вот. И типа, капец. После этого как раз вот очень сложно стало, потому что как бы 20 лет мне, да, и такого резюме нет нормального, в принципе, да, который мне поможет там в первую, вторую прям смело идти. Тем более рост 180 в резюме уратаря это прям говно-говно. Ну смотри, сейчас ты уже доработал момент. Уже похоже. И позицию лучше стал занимать. Сиди, игрок, сиди. Так, так, так. Хорошо, Сань, только сразу решение, назад или вперед. Молодец. Расказы не слышал, где игрок. Что делаем? Да! Сейчас молодец, молодец, сейчас еще. Да! Молодец, сначала. О, да, полуоборот, хорошо. Дорог, где мяч? Браво! Лежний игрок. Я! Дорог. Почему вы не успеваете в этих моментах? Потому что лишнее движение. Оно либо вперед, либо назад. Во время удара мы уже не должны двигаться. Мы должны постараться прийти в позицию до удара. Когда ты видишь, ты перемещаешься, но уже видишь замах, тебе надо в стойку вставить, чтобы среагировать. А когда ты делаешь действие во время удара... Я понимаю, да. Тебе, чтобы отбить, надо остановиться. А ты пытаешься в воздухе отбивать. Лежи, игрок, ближи, игрок! Дали, игрок, дали, игрок! Браво! Игрок не спит, нападающий. Тебя ждет. Оба такую тебе. Саш, ты сейчас неправильно была. Что ты начал делать до удара? Моего. Ты не стал? Да. Ты начал читать. Хорошо, я не попал. Игрока, салжат! Хорошо, молодец. Обрати внимание за своей позицией. Два мяча, правда, в руки пришли. Но обрати внимание, ты их поймал. Будь выше. Времени могло быть меньше. И фиг знает, поймал бы или нет. Я тебе не говорю, что это правильная позиция. Я тебе говорю, что ты ее сам должен найти для себя. Она может быть еще ниже, а может быть чуть-чуть выше. Потому что для каждого она разная. Я! Все принимает? Делаешь вам бьет. Среагировать уже сложно. Мяч ближе. А сделай напрыжку на месте. То есть ты сам себе съедаешь вот это расстояние для реакции. У тебя там игрок, который будет встречать. То есть у тебя сейчас самая главная проблема была вот сегодня. То, что ты, когда идет передача на второй темп, ты понимаешь, что ты на нее не пойдешь. Но ты ничего не делаешь. То есть ты остаешься. А мы делаем как? Пошла передача. Раз. Увеличиваем расстояние, чтобы у нас время чуть больше было. Плюс защитник есть, который встречать. Если нет защитника, мяч идет в центр. Понятное дело, да, надо идти тогда вперед. Бежим, бьет. Вот сейчас смотри, откуда он бьет. И если защитник. То есть он бьет уже за защитника, можно сокращать. Браво! Ора! Только это надо делать еще быстрее. Потому что игрок, который будет набегать, он будет быстрее. А тебе надо расстояние увеличить, потому что есть защитник. Браво! Только не тем боком. Почему разворачиваться стал? Браво за то, что пошел. Не браво за то, что не забрал. О, пошел здорово, активно. Так и иди правильно, корпус разворачивай туда и забирай. Потому что у тебя была некомфортная ситуация. Ты, ну, 50 на 50, может, не успеешь. Если бы она шла ему в ногу, ты бы здесь заблокировал бы. А так ты забрать мог спокойно. Неудобный момент, хороший. Хорошо, когда такие моменты есть. В 2020 году я пошел на тренировку в Сахалинец. Меня Серега Брейн позвал типа на просмотр. Ну, как бы типа в команду, но на просмотр оказывается, как оказалось. Вот, я там три или две тренировки провел и порвал мениск. Это вообще конечное. Вот, и как раз вот мениск порвал, восстановился. Ну, Сахалинец, естественно, такой, ну, дружище. Чао-какао. После мениска как раз вот я восстановился. И Гейли написал, что было бы круто, если бы вариант был с вами тренироваться. Вот, а он такой типа, ну, давай вообще, короче, в команду с нами. Я такой, ну, давай вообще. Ну, это реально круто, потому что игры, вот, очень важно играть, я считаю. Тренировок мало, на самом деле. Но, ну, как бы игры, и тем более со зрителями, это круто. Это прям, ну, блин, держите в тонусе в игровом, в общем. Помогает держаться в тонусе. А вот в Амкале, кстати, реально очень круто, что вот эти матчи со зрителями, когда зрителей не 200 человек, там, не 100 и так далее, потому что с такими зрителями я играл более-менее, а когда там 5 тысяч, 6 тысяч человек, это прям вообще топище. Мы Амкал! Амкал! Мы Амкал! Амкал! Реально, вот мне со зрителями играть вообще не напряжно. Я знаю, очень многие говорят, и это логично, что, типа, там, давление и так далее, мне наоборот кайфове со зрителями, потому что ты чувствуешь, тем более у Амкала, когда, ну, ты переходишь, и сразу ты, болельщики сразу такие, типа, брат, добро пожаловать. Спасибо, Батру! Спасибо! Это очень круто вообще, ты переходишь, и тебя сразу поддерживают прям со всей силы, и ты прям чувствуешь на поле, ты прям чувствуешь, как ребята реально, вот прям, ну, блин, на тебя пришли, посмотрели, очень круто. Ну, сейчас, сейчас я вообще в Амкале остаюсь, чтобы Федоса бесить, это первое. Это основное. Реально, а во-вторых, там, в-третьих и так далее, это потому, что мне очень нравится, вот, вся эта движуха со зрителями, блин, это прям топ вообще. Даже когда я перейду, там, во вторую, в первую лигу, я по-любому буду за Амкал поигрывать, когда будет возможность. Ну, надеюсь, что будет, там, какие-нибудь совпадать будут, что у нас выходные у команды, там, у Амкала матчи, дай бог. Вообще, Гера мне очень сильно, вот, сейчас уже пытается помочь, он имеет реально крутые связи, там, с клубами, с теми же, вот, где он был, там, тот же Красава и так далее, вот, он всем может позвонить, всем может попросить, чтобы на просмотр я пришел. Вот так и, ну, в футболе так и есть, что вот важны очень связи, вот, реально, связи, даже больше, чем деньги, хотя, ну, наверное, я просто за деньги, я не знаю лично никого и сам за деньги, естественно, никуда не пихался. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, сейчас сложно оценить свой уровень, я вообще обычно не берусь себя оценивать, потому что это не мое вообще дело, я, как бы, должен максимально стараться, максимально работать, это все-таки тренером больше, я думаю, что спросим Евгения Сергеевича. Саня помню по сборам, на двух тренировках я был, определенные моменты отметил для себя, сегодня мы работаем немножко над другими темами, но о чем-то, конечно, я все равно знал. Саня мое ожидание превзошел, превзошел в том, что когда приходят люди к нам на тренировку и начинают вот так вот ее выполнять, судорожно, суетливо, они обычно не выбирают из такого состояния, Саня выбрался, и вот мне понравилось, что он психологически сумел адаптироваться к тренировке. Даже если сегодняшнюю тренировку смотреть, первые упражнения у него не очень получались, много было суеты, вот, и я, честно говоря, думаю, что так и продолжится, потому что надо было вводить. Саня был дан подсказ, он его не услышал, надо было опускаться в упражнение, он тоже не слышал, стоял и все время торопился. Но когда мы начали уже игровую ситуацию делать, там Саню показал, что все-таки он принимает какие-то вещи. Спасибо, наверное, Куфину. И при прострелах очень часто хорошую позицию занимал, достаточно такую активную. Не удалось мне его, кстати, проверить ближний, но у нас еще целые две недели, поэтому будут разогневаться, где Саня будет сложнее. Вот, но сегодня, я считаю, он справился. И говорю, что поначалу, мне казалось, будет караул. Потом, когда начался футбол, там были, опять же, маленькие моменты, которые нужно было подсказывать, вот, но его реакция на эти моменты была хорошей положительной. Саня сейчас находится на уровне Канкала, не знаю, какая-то лига. Вот, профессиональная лига какая-либо, наверное, пока нет. Почему? Потому что, во-первых, надо посмотреть, как он будет в этих условиях. То есть, наверное, к нашим условиям более-менее он адаптирован по уровню 4-5. Но, опять же, видно, что у него есть определенные стрессовые моменты, и он не справляется с ними еще даже здесь. То, как он потом вышел из ситуации сегодня, да, то есть, я думаю, что ожидания превысил мои. Опять же, нужно еще судить по его данным. То есть, у него, например, данные, он не высокий. Как будут смотреть на это, я не знаю. То есть, если за этим очень будут смотреть, и будут смотреть только на рост, то мало шансов. Если будут смотреть на его взрыв, на его реакцию, классная реакция, то тогда можно, ну, можно подумать о какой-либо лиге. Не буду говорить, что это, там, по ФЛ, не буду говорить, что это еще выше. Но пока что говорю, что, чтобы играть профессионально, ему надо еще очень много работать. Я считаю, что я сейчас еще не набрал формы. Я бы сказал, что я еще восстанавливаюсь после колена, после операции, потому что она периодически еще болит, там, до конца, там, я не могу согнуть. Как-то быстро встать, допустим, как раньше я, тоже мне больно будет, там, и так далее. Поэтому я думаю, что процесс восстановления еще пока не завершен до конца, вот. Но надо работать максимально. Ну, в Алмазе я, насколько видел по всем видео, по рассказам Жеки, очень много работают над теорией. Ну, теория, совмещенная с практикой, конечно. Вот, то есть, где это располагается, там, условно говоря, ну, может игрок, там, пробить отдатель и так далее, там, на чтение игры, на все это, вот, как раз над этим я бы очень хотел поработать. Потому что, например, на выходах с моим ростом очень сложно играть, если не, там, не супер читать все, как бы. Если ты читаешь, ты очень хорошо располагаешься, можешь выйти сыграть спокойно, без, там, двухметрового роста. Вот, поэтому вот над этим нужно очень сильно поработать. Самый большой спор у меня с Саньком все время возникал еще до этого проекта в том, что он очень пренебрежительно относится к уровню футбола. И, наверное, к уровню своей подготовки. Саня вам рассказал уже, где он тренировался, чей он воспитанник, как он занимался. Но я думаю, что все, кто, скажем, поиграл, знают, что детский футбол — это одно, взрослый футбол — это другое. И мы очень долго с ним спорили о том, куда идти и что делать. Я ему давно говорил, чувак, тебе надо закрепиться на КФК. Спокойно, в твоем возрасте, это прям хороший вариант поиграть, посвятиться. К тому же, те, кто играет на КФК Москвы, знают, что в целом это реально очень неплохой уровень. Он со мной был не согласен. Но я для Сани не пример. И, блин, я ни для кого не пример. Я точно не могу быть примером того, как надо расти и развиваться в футболе. Я точно не образец карьеры. Но я старший товарищ. И мы с Сашей знакомы с 13 лет его. И у меня просто есть большое желание, чтобы Саша услышал. Не слышит он меня в этом плане. Хорошо? Пусть послушает тренера, который для него авторитет. Евгений Сергеевич однозначно авторитет. Я понимал, что поездка в Алмаз даст два результата. Первое, даст прибавить Саньку. Второе, немножечко спустит его на землю. Подренировавшись с командой ПФЛ, посмотрев на игры команды ПФЛ, я могу сказать, что к ним надо быть прям готовым. И давайте я предупережу ваши комментарии. Не то, чтобы я как-то охерительно готов к играм ПФЛ. Естественно, что и у меня мало игровой практики. Это я все знаю. Это в проекте «Стать футболистом». Смотрите там, мы все вам расскажем и покажем. Но я просто вижу и знаю Саню. Я бы очень не хотел, чтобы он пошел в какую-то команду, которая была бы уровня ПФЛ. И если вдруг у него там что-то не получилось, он бы вообще расстроился, сел и все. Что же вот у меня не состоял? Да нет. Я бы очень хотел, чтобы он перестал тратить время. Понятно, что там амкал для него возможность потренироваться, поиграть, почувствовать трибуны. Все здорово. Но помните вы или нет, из выпуска «Стать футболистом» я еще тогда сказал про время. Самое важное. Время. Не проебите его. Проебать время. Вот так. Мне уже 28. На сборах Урала мне было 27. Поверьте мне, не так давно я диплом в Узе защищал. А еще раньше поступал. Я вообще ничего не занялся. И Санек не занялся. Я бы этим не хотел. И мне было важно посмотреть, насколько Саня адаптируется в итоге ко всем этим тренировкам. И что будет после. Но об этом мы покажем вам дальше. КОНЕЦ Урала. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok